Итак, это практически идентичная картинка, которая была на предыдущей акции Siri. Видите, рынок он постоянно повторяется. Почему? Потому что игроки, крупные игроки не могут не оставить следов на графике. Вы обязательно будете видеть, кто удерживает уровень, кто удерживает картинку, кто удерживает лимит, кто удерживает еще что-то. А теперь давайте посмотрим, всегда проверяйте, насколько точно лимиты, насколько они точны. Если в инструменте стоит точный лимит, и после этого я вам еще одну акцию, одну очень крутую покажу, очень крутую, в которой вы видите очень крутой лимитный уровень, просто все идеально. Итак, давайте смотреть, насколько здесь четкий лимитный уровень. Первое. Локальный минимум, вот давайте вот сюда поставим, чтобы вы все видели. Итак, поехали. 19-80, 20-66, 19-45, то есть мы уже вычислили 19-45, для нас критическая точка. Дальше. 20, смотрите дальше, 20-53. Смотрите, да, здесь вот, видите, вот кто-то сказал, Лёша, Любимов правильно сказал. Дальний ретест, но посмотрите внимательно, что дальше подходит. Помните, я только что вам рассказывал, если после сильного падения, видите, один в один, вы сегодня получили золотой урок, вам никто, я сказал, ни смарт-мани, никто, вам ничто это не объяснит, потому что они не понимают структуру рынка. Смотрите внимательно. Если после сильного движения инструмент не начинает откатываться, движение в инструменте будет продолжено. Первое, смотрите, движение минус 50%, вот оно. Притом, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, тридцать. Куча людей еще не успели выйти. То есть, минус 50%, дальше, смотрите, мы тестируем локальный минимум 19-30 и идем к нему. Что такое ближний ретест? Ближний ретест – это та точка, то есть тот уровень, который инструмент идет тестировать вблизи десяти дней. То есть, если точка Смирнов Евгений, да, вы скорее всего не учились или не знаете, или плохо учились. Абсолютно верно, да. Если инструмент в течение десяти дней идет тестировать точку, в которой он был, вот Fortune написал правильно, до десяти дней. Итак, давайте посмотрим. Вот мы тестировали локальный минимум, а потом раз, два, три, на четвертый день, на четвертый день мы пришли обратно сюда. То есть, это чистый ближний ретест. В книжке написано. Сейчас покажу. У меня же все под рукой. Сейчас вам все покажу. Так, видите, у нас все есть. Так, мы открываем файл, который называется «Предпосылки к пробою». Вот он, смотрите. «Предпосылки к пробою». И сейчас я вам прямо оттуда зачитаю. Так. «Ближний ретест». Вот все написано, видите. Все с объяснением. Вот он. «Когда инструмент подходит к тому же уровню, где он был в течение ближайших десяти дней, это говорит о том, что в инструменте нет глубокого отката, и в инструменте сидит крупный игрок в одном направлении. Чем меньше глубина отката, тем больше шансов инструмента пробить уровень. Для инструмента самое главное не поломать картинку. Если откат будет очень глубокий, картинка поломается. Чем ближе ближний ретест, тем сильнее модель пробоя». Видите, у нас все написано. То есть, если инструмент идет тестировать точку или уровень, который он будет в ближайших десяти дней, движение будет продолжить. И вот смотрите внимательно. С двадцати до десяти долларов. Минус пятьдесят процентов за месяц. Вот ответы на ваши вопросы. Продолжение следует...